«Рясу с меня можно только снять вместе с кожей, а крест с головой» — это слова архиепископа Симферопольского и Крымского Луки, известного также под своим мирским именем прославленного хирурга Валентина Феликсовича Война-Исенецкого. В этом году Русская Церковь отмечает 55-летие со дня представления святителя Луки. Общество православных врачей Санкт-Петербурга оставили без внимания эту знаменательную дату, и традиционное заседание нового учебного года открыли юбилейным концертом в честь великого молитвенника и выдающегося врача. В Духовно-просветительском центре Святодуховский Александр Невской Лавры, Аншвак, в фойе развернута выставка «Путь святителя Луки». На стендах — жизненный путь великого врача, его цитаты, фотографии. А в колонном зале нет свободных мест. Это проходит заседание Общества православных врачей Санкт-Петербурга. Состоялось оно в необычном формате, в виде юбилейного концерта в честь 55-летия со дня представления святителя Луки. Между церковью и медициной всегда была связь такая тесная. Медицина и искусство, культура, музыка — это всегда были взаимосвязанные вещи. Потому что медицина — это тоже искусство. «Я полюбил страдания» — это премьера программы. Автором концерта является исполнительница духовных песен, лауреат международных конкурсов Ирина Скорик. С этой композиции «Агиос Луко» начался духовный путь юбилейной программы. Песня была впервые исполнена в Греции лет семь назад. А потом Ирина Скорик познакомилась с творчеством красноярского поэта Владимира Зыкова. И его стихи легли в основу концерта. Он написал целую поэму о жизни святителя. И оттуда я уже брала фрагменты. И концерт построен таким образом, который открывает периодичность его жизни. И я думаю, что на этом еще пока не закончится собирание материалов. Я жду новых песен. Весь концерт при участии Шереметьевского хора под управлением заслуженного деятеля культуры России Валерия Рязанова. Художественный руководитель признается, над программой работали долго, трепетно, с душой. По-другому нельзя. В течение трех-четырех лет ежедневное общение с Лукой. Ежедневное. Это, конечно же, и молитва, которая ежедневная с нами. Это и вся литература, написанная о нем. Это все чудеса, сотворенные им. Все перечитано, все изучено. И он становится для нас теперь уже совершенно родным человеком. Родным человеком святитель Лука стал для многих. Верующие часто обращаются в своих молитвах к святому угоднику Божьему. А православные врачи следуют заветам своего духовного наставника, великого святого наших дней.